Многострадальный робот Гарик, как ни странно, у тебя в прошлое воскресенье не было ни одной версии по поводу того, кто скрывается под роботом. Может, после просмотра эфира появились какие-то новые? Явной версии нет, которую бы стоило озвучить. Я, честно говоря, в этом солидарен с Гариком, потому что я просто понятия не могу иметь и не представляю, кто там. Ребят, мне кажется, что за маской робота скрывается певица Варвара. Аргументирую. Ну, во-первых, внешне. Варвара высокая, с прекрасной фигурой. Варвара очень красивая женщина. Красивая женщина. Она может петь в самой разной манере. Слушайте, извините, вы сказали Варвара, а я подумал, а может быть там певица Слава? Нет. Нет? У Славы немножко другой тембр голоса. Он такой рисковатый. Нет, нет, нет. И совсем там есть носовой такой призвук характерный. А она поет классику? Помнишь, это робот пел у нас в классе? Да, Варвара может. Варвара может. А Слава? Ну, я не слышала. А может быть там Елена Ваинга? Друзья, я по-прежнему думаю, что там Маруф. Она очень умело маневрирует своим голосом. Робот. Робот. Какая невнимательная. Русский производитель. А Маруф из Украины, да. Уважаемые жюри, сейчас внимательно давайте послушаем еще две подсказки. Возможно, как сказал Валерий, что-то допрояснится. Почему, когда говорят робот, всем сразу представляют пылесос или посудомойку? Ну, какой же я пылесос? Я железная леди. Точное определение. Эта версия мне нравится больше всего. Мне кажется, что это Надежда Грановская. Может, Марина Александрова? Как говорится, в человеческих книжках, а вы, друзья, как не садитесь, все равно не получится догадаться. Помогу вам снова. Даю еще две подсказки. Подсказка номер один. Я совершенный робот, но даже у меня есть одна проблема. Меня любит золото. Оно буквально примагничивается ко мне. Это началось в тот момент, когда в меня загрузили искусственный разум. Подсказка номер два. Однажды я отдала самое дорогое, что у меня было. Пришлось принять непростое решение, но оно сделало меня свободной. Давай, потанцую, потанцую! Подключайте дедукцию, начинайте думать, кто же я на самом деле. А я буду петь. И пусть мой голос станет для вас еще одной подсказкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ходил меня Серега На выставку Ван Гога Нет, это не Маруф. Там было телок много И нервы, как она Но я не недотрога Дала понять порога На выставке Ван Гога Я главный экспонат А ходит так, как будто по подиуму ходит. Не знаю, мне кажется, что это какая-то модель. На лабу тена И восхитительные штаны На лабу тена И восхитительные штаны На лабу тена И восхитительные штаны Мне кажется, там Анжелика Атурбат И восхитительные штаны 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Штанах! 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 РОБОТ! РОБОТ! На батарейках и в электрических штанах! АПЛОДИСМЕНТЫ Номер мой фаворит среди этого шоу сегодня! А что больше всего понравилось в номере? И ожившие картины! И пляжщие картины! Эти мужики смешные в коже! Тематические! А мне понравился поход, как она идёт на каблуках! Так она идёт на каблуках, самое смешное! Она на каблуках! Но! Спасибо, что вы сделали акцент на этом! Вы заметили, как ходит наш робот на каблуках? Так, будто он летит по подиуму! И у меня складывается ощущение, что это модель! Она высокая! У неё очень красивые ноги! Точённая фигура! Очень красивые ноги! Сегодня промехнула версия Гарика Мартиросяна, что это Анжелика Гурбаш! Но мне кажется, что это не та версия! А меня посетило в очередной раз мысль, что это Жасмин! Ну, немножечко... Ну, скажи! Ну, Джесси пониже ростом просто! А давайте вернёмся к самой первой версии, которая у нас была! Анастасия Макеева! Макеева! А Настя высокая! Настя высокая! Настя стройная! И если сейчас ориентироваться на подсказку, то это может быть Настя и Глеб Матвейчук, с которым они были женаты! А если это Стоцкая? Да ладно! Стоцкая! А если это Стоцкая? Мне нравится Стоцкая! Почему Стоцкая? Мне нравится версия Стоцкая! Почему Стоцкая? Она высокая! Она стройная! Она в России родилась! Там что-то с Киевом было связано, по-моему! Можно спросить у Робота! А Гурбаш точно не подходит, потому что я из Беларуси! Давайте спросим! Робот, ты отечественным производителем? Собран в России! А Родины две! А Родины две! А Родины две! То есть родители, возможно, из России, а рождён был где-то в другом месте! Нет, по-моему, или мама что-то с Украиной! А она родилась на Украине, потом переехала в Россию! Там что-то такое! А может быть родилась, а потом уехала и долго прожила! А не я ли тебя этими рученьками создавал 20 лет назад? Ой, я обожаю! Франкенштейн! Немножко! А как ты, дорогой робот, называешь в своём кругу Филиппа Киркорова? Друг? Друг? Друг! 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 А я друг! Ничего себе! А волосы какого цвета у тебя, робот? Ты рыжеволосая? Серые! И белые, понятно! Кстати, истинный цвет волос, Настя, это не рыжая, это я её покрасил в рыжий цвет, когда... Ты ещё и красишь женщин, Филипп, что происходит? Филипп делает патчи, красит женщин! Я же говорю, вот ты создавал её! Робот знает! Так детально знает всё об Анастасии Стоцкой! Что она такого дорогого потеряла, что делала её свободной? Меня! Она была в рабстве у тебя? Вот на этой очень оптимистичной ноте! Золото! Вот наше золото! Оно липнет к роботу! А вот оно золото липнет! Оно золото липнет! Друзья, попадёт сегодня робот номинация или нет, мы узнаем чуть позже, поэтому давайте проводим его за кулисы! Лёгкой, весёлой походкой на лобутенах! Робот, береги заряд энергии, он тебе понадобится на голосование! Это шоу! Это просто... Ребята! Это очень круто! Это золото! Я скрупулёзно записал все комментарии жюри во время выступления оленя в прошлое воскресенье! Цитирую! Да ладно! Аааа! Мурашки! Боже, как божественно! Ой-ой-ой! Это нереально! Что это было? И просто чей-то пронзительный крик! Мне к этому добавить нечего! Встречайте! Олень в шоу «Маска»! Здравствуйте, уважаемый олень! Олень в противогазе, мне кажется, это самый актуальный костюм на сегодняшний день!